В этом цикле уроков мы рассмотрим динамические блоки в автокаде, сферы их использования, в чем отличие от обычных блоков, а также способы их создания и редактирования. Использование динамических блоков может сделать рабочий процесс в сотни раз более эффективным. В этом курсе мы рассмотрим тему на реальном примере. Вы научитесь создавать динамические блоки с параметрами действиями, с ограничениями, с полями, атрибутов, а также с расширенными динамическими наборами инструментов, такими как таблица блоков и параметры поиска. К концу этого курса вы сможете создавать и изменять свой собственный набор динамических блоков с различными свойствами, а также сможете находить и изменять существующие динамические блоки из других чертежей. Этот курс будет полезен для всех пользователей автокад, которые хотят ускорить выполнение однотипных задач, например, проектировщиков и конструкторов любых направлений, строителей, архитекторов, сантехники, механики и другие. Желающие оптимизировать и ускорить выполнение однообразных задач при проектировании. Дизайнерам при использовании однотипных дизайнерских решений. Электрикам для компоновки электромонтажных ящиков. Технологам на производстве для изготовления типовых схем технологических процессов при создании схем БПР. Инженерам, выполняющим задачу маркетингового отдела по подготовке файлов с примерами типовых изделий, изготавливаемых предприятием, для использования в проектах сторонних организаций. Людям, которые используют автокад как мощный графический редактор для раскроя тканей, например, модельеры одежды. Специалистам, сталкивающимся с раскроем листовых материалов на станках для лазерной или плазменной резки. Для открытия попробуем открыть уже созданные блоки и посмотреть, как они выглядят внутри. Для открытия уже созданного блока в чертеже достаточно выделить его и нажать меню «Вставка» «Редактор блока». В открывшемся окне выбрать требуемый и нажать «Ок». Открылось окно со списком доступных в этом чертеже блоков. Так выглядит окно редактирования динамических блоков. Если в чертеже используется много блоков, то название блока можно найти в его свойствах, в пункте «Имя». К преимуществам использования блоков в системах автоматического проектирования можно отнести сокращение времени на повторяющиеся задачи. Когда вам нужно использовать объект или деталь несколько раз на чертеже, вы можете использовать блоки. Блоки могут не только сэкономить время при первоначальном создании объектов, но и сэкономить время, когда требуется изменение. Допустим, вы только что выполнили архитектурный план этажа. Елец решает изменить тип стола, используемого во всех комнатах по всему зданию. Нет необходимости пересматривать каждый стол по одному. Все, что вам нужно сделать, это изменить блок в редакторе блоков. И блок обновляется везде, где он используется на чертежах. Использование блоков также повышает точность и согласованность разных элементов на чертеже. Возникающие при необходимости каждый раз перерисовывать элемент. Уменьшение размеров файлов. Размер файла уменьшается путем повторного использования геометрии объекта из исходного блока. И программе более не требуется запоминать параметры каждого примитива, используемого в блоке, а только точку вставки блока и ссылку на этот блок. Это может существенно повлиять на производительность при работе с большими проектами, а также на размер файлов. Обеспечение согласованности между исполнителями. Наличие набора стандартных блоков гарантирует, что ваши чертежи и модели будут представлены в сжатой и последовательной форме. Наличие блоков типовых узлов, условных обозначений, крепежных элементов и другого, представляемых последовательно от одного чертежа к другому, независимо от того, кто работал с проектом, является очень важным фактором в повышении эффективности и снижении вероятности ошибок в ваших чертежах. Продолжение следует...